Решим уравнение. Прежде чем приступить к его решению, нужно проанализировать условия. Что можем сделать? Можем преобразовать левую часть этого выражения. 3 минус 2х, если применить переместительный закон, то скобка 3 плюс 2х – это разность квадратов. То есть 9 минус 4х квадрат. Очевидно, что это уравнение уже будет уравнением второй степени, то есть квадратным уравнением. Желательно все члены этого уравнения перенести в одну часть, изменив при этом знаки на противоположные. Если возможно, упростим левую часть, приведем подобное слагаемое. Имеем 4х квадрат минус 24х, 9 минус 9 равно 0, правая часть 0. Получили неполное квадратное уравнение, решить которое можно с помощью вынесения общего множителя за скобки. Предлагаю вынести за скобки множитель минус 4х. Минус 4х. Тогда в скобках получаем х плюс минус 24 разделю на минус 4, получаю 6. Левая часть произведения, произведение из трех множителей. Но множитель минус 4 на значение произведения равного 0 не влияет. То есть 0 могут дать только два множителя х и х плюс 6. Поэтому первый корень этого уравнения будет х, равный 0. Или множитель х плюс 6, равный 0, даст второй корень этого уравнения, который будет равен минус 6. То есть корнями этого уравнения есть два числа. Минус 6 и 0. Решим уравнение. Левая и правая часть этого уравнения представляют собой дроби. Но это выражение целое, поскольку в знаменателе этих дробей не содержатся перемены. Избавимся от знаменателя этих дробей. Домножим левую и правую часть этого уравнения на число 6. Так, чтобы сократились при умножении на 6, сократились в знаменателе числа 2 и 3. То есть умножим на 6. Обе части уравнения. 6 и 2 сокращаются. Имеем 3. 7 минус х квадрат равно. 6 и 3 сокращаются. 2х квадрат минус 2. Раскроем скобки. И перенесем все слагаемые в левую часть. Правая часть в таком случае будет равна 0. 3х7. 21 минус 3х квадрат минус 2х квадрат минус 4 переносим со знаком плюс равно 0. Приведем подобное слагаемое. Минус 5х квадрат. 21 плюс 4 плюс 25 равно 0. Получили неполное квадратное уравнение. Можем вынести минус 5 за скобки. В скобках х квадрат минус 5 равно 0. Нам осталось решить уравнение х квадрат минус 5 равно 0. Потому что множитель минус 5 не дает 0 в произведении, так как этого требует правая часть этого уравнения. Ну а решением уравнения х квадрат равно 5 есть 2 корня плюс-минус корень из 5. Ну или можно разложить на множители х квадрат минус 5 по формуле разности квадратов и приравнять каждый множитель к нулю. Первый множитель равен нулю, если х равен корень из 5. И второй множитель равен нулю, если х равен минус корню из 5. Корнями этого уравнения есть 2 числа. Плюс-минус корень из 5. Уравнение решено. Нам нужно решить уравнение. Левая и правая часть этого уравнения являются дробным выражением. Содержит переменную х в знаменателе первая дробь. И переменную х в знаменателе содержит и вторая дробь. Значит, для того, чтобы это уравнение вообще существовало, нам нужно, чтобы знаменатели этой дроби не обращались в 0. Первая дробь существует при любом значении х, кроме х равного 0. А вторая дробь существует при любом значении х, кроме одного значения х, равного 5. 5 минус 5 – 0. То есть, корнями этого уравнения не могут быть два числа. Число 0 и число 5. А сейчас мы должны как-то преобразовать это уравнение, чтобы его решить. Я предлагаю перенести в левую часть дробь из правой части, поменять при этом знак на противоположный. 2х плюс 1, деленное на х, минус х минус 9, деленное на х минус 5, равно 0. Выполним действие с дробями, найдем их разность. Дополнителем-множителем к первой дроби есть знаменатель х минус 5, а ко второй дроби есть число х. Итак, х на 2х, 2х квадрат, х на 1х, минус 5 на 2х, минус 10х, минус 5 на 1, минус 5. Минус х квадрат, минус 9х и минус передробью, значит, плюс 9х. Знаменатель х, х минус 5, равно 0. Приведем подобное слагаемое. 2х квадрат, минус х квадрат, х квадрат, х минус 10х, минус 9х, плюс 9х, 0, минус 5. Это числитель этой дроби. х, х минус 5, равно 0. Данная дробь равна 0, если равен 0 ее числитель, а знаменатель при этом 0 не равен. Итак, числитель х квадрат минус 5 равен 0, если х равен плюс-минус корню из 5. Либо 5 переносим в правую часть и извлекаем корень квадратный, либо раскладываем х квадрат минус 5 на множители по формуле разности квадрата, и потом произведение приравниваем к 0. Поэтому, получив корни уравнения, мы должны обязательно проверить, не обращают ли эти значения х наши дроби в 0. х не равен 0, х не равен 5 удовлетворяют нашему решению, поэтому мы можем записать сейчас ответ. Корнями этого уравнения есть два числа, минус корень из 5 и плюс корень из 5. Уравнение решено. Решим уравнение. Анализируем его условия. Левая и правая части содержат дробные рациональные выражения. Это значит, что знаменатель дроби содержит переменную, а это значит, что дробь может иметь ограничение в существовании. Итак, х квадрат минус 4 в знаменателе обращается в 0 при двух значениях х, например, 2 и минус 2. 2 в квадрате 4, 4 минус 4, 0. Минус 2 в квадрате 4, 4 минус 4, 0. Поэтому из найденных решений уравнения мы должны исключить значение плюс-минус 2. Или другими словами, корнями этого уравнения не могут быть числа минус 2 или 2. Тробь единицы делена на х-2 тоже не существует при х, равном 2. Мы это уже учли. И следующая дробь не существует при х, равном минус 2. Это условие мы уже учли. Поэтому переносим правую часть со знаком минус, в правой части получаем 0 и преобразовываем левую часть этого уравнения. К общему знаменателю эти дроби приводятся, если увидеть, что общим знаменателем всех этих дробей есть разность квадрата в х-2, х-2. Тогда к первой дроби дополнительный множитель 1, ко второй х плюс 2, и к третьей дроби х минус 2. Числитель 2 минус х минус 2, минус х квадрат, минус 2х умножаем на минус 1, плюс 2х равно 0. Упростим числитель этой дроби. Минус х квадрат поставим на первое место, плюс х, 2 минус 2, 0. В знаменателе х минус 2х плюс 2 равно 0. Итак, дробь равна 0, если числитель этой дроби равен 0, а знаменатель этой дроби 0 не равен. То есть не равен 0 знаменатель, при каких значениях мы уже учли, поэтому нам нужно решить уравнение минус х квадрат плюс х равно 0. Это не полное квадратное уравнение. Минус х вынесем за скобки. В скобках получаем х минус 1 равно 0. Это уравнение имеет 2 корня. Произведение равно 0, если один из множителей, в данном случае, множитель х равен 0, и х минус 1 множитель тоже должен быть равен 0, при условии, что х равен 1. То есть первый корень этого уравнения 0, второй корень этого уравнения 1. Уравнение решено. Продолжение следует...